Всем привет! Хочу сегодня приготовить салат очень простой и бюджетный, самых доступных продуктов, которые, я думаю, находятся в холодильнике у каждой хозяйки. Для этого нужно только отварить картофель и яйца. Я взяла 3 картошки, 4 яйца, морковь сырая, тоже небольшая, крабовые палочки 200 граммов, 100 граммов сыра, майонез. Все продукты я натру на крупной терке, а морковь свежую на мелкой терке. Сначала подготовлю все продукты, натру на терке, а потом выложу с лавьями. Мне так удобнее, быстрее. Можно, в принципе, каждый слой тереть на какое-то блюдо. Начну сначала с крабовых палочек, потому что они у меня слегка уже разморозились. По желанию, крабовые палочки можно порезать тонкой соломкой, кубиками. Но если на терке вы натрете, будет просто салат воздушнее, нежнее, бархатистее. Эта терка у меня иногда промелькает в видео. И у меня спросили, где можно приобрести эту терку и удобно ли она в использовании. Эту терку мне подарили. Она из Икеи. Может быть, и на сайтах где-то есть, в Озоне или на Валберес. Мне нравится терка. Удобна тем, что здесь есть контейнер. И обратите внимание, что на этой терке вот эти выпуклости, они с двух сторон. И снизу, и сверху. За счет этого удобнее натирать. А на такой терке только вот так, снизу, с одной стороны. Ну, тоже вот эта терка очень хорошая. Здесь вообще такая крепкая сталь этой терки 100 лет в обед. Тоже как бы хочется заменить, потому что уже немножко и раскололась, и все. И она довольно острая. В магазинах смотрю, пробую вот эту сталь. И она как-то не очень острая, кажется, туповатая. Не знаю. Она туповатая. Еще задали вопрос, как эту терку открывать легко. У кого-то есть такая терка, и трудность в открывании. Легко открывается. Контейнер слегка приподнимаю, его видно, что он так. Ладошкой надавливаю на эту часть, даже одной рукой. Раз, и все. Очень удобно. Также закрывается. Одной рукой можно. Просто слышен громкий щелчок. Попробуйте, потренируйтесь. Я первый раз, когда тоже ей пользовалась, не могла открыть. Так, тянула, тянула, толкала. Оказывается, просто слегка-слегка вверх рукой и на себя. Все. Так, это у меня сыр натерла. За счет того, что терка снизу и сверху выпуклости натирается как-то более мельче, что ли, или воздушнее. Удобно, чтобы не слишком крошится все в разные стороны. Мне нравится. Видите, как раз и все. Хорошо. Из контейнера тоже удобно высыпать, потому что он заужен. Картофель теперь осталось натереть на крупной терке. Видите, как очень быстро, легко натирается. Удобная терка. Контейнер заполнился. Вынул. И следующую. Осталось мне натереть морковь. Терку я не буду мыть. Переверну на мелкую сторону. Вставляю и натираю морковочку. Продукты подготовлены. Сейчас начну собирать салат. Первый слой картофель. Если готовили картофель в несоленой воде, можно слегка подсолить. На каждый слой майонезную сеточку. На картофель яйца. Слои не приминаю, чтобы они получились воздушными. Тоже можно присолить слегка, потому что у меня и майонез не очень соленый приготовила. Снова майонез. Далее крабовые палочки. Я немножко крабовых палочек оставлю сверху для украшения, потому что их достаточно много. Сыр. Сверху морковочка сырая. Если вас смущает сырая морковь, можете сварить ее. Вот так сверху распределить по всему салату, не придавливая, чтобы все было воздушненько-воздушненько. Крабовые палочки для украшения. В принципе, можно их не оставлять, как хотите. Салат готов. Украсила петрушкой. Отведаем салатик. Салат очень вкусный, нежный и воздушный. Морковь сырая даже не ощущается по вкусу. Такая хрустинка, нежная-нежная. И даже мне не чувствуется, что это сырая морковь. Ее не слишком много нужно, но она прям вообще к месту. Все в сочетании классно получается. Если не готовили такой салат, попробуйте. Очень воздушный. Всем крепкого здоровья, хорошего настроения и благополучия. Пока-пока.